Всем привет, вы на канале CryptoCommons, биткоин болтает туда-сюда, интересные вещи происходят на рынке. Смотрите, по TRDR у нас обозначились локальные уровни, как вы можете видеть из блоков ордеров. Это 28500 примерно, 27500 примерно коридор, да, и вот эти вот заявки еще тоже стоит иметь в виду. То есть у нас образовался реально вот такой коридор цены, локальный, прямо для тех, кто торгует этим сейчас, для тех, кто скальпит. Где мы можем все еще ходить? То есть цена зажата. Смотрите, здесь ее откупили, здесь продали. И продавца на самом деле больше, продавец преобладает, и это мы смотрим 10-минутный таймфрейм, нужно хотя бы 30-минутный видеть. И тут уже мы видим, да, что в основном у нас продавец, продавец-покупатель слабый. Поэтому, ребята, все еще может случиться коррекция. Давайте не забывать об этом. Снова все поверили в To The Moon. А, нас возьми и могут куда-нибудь до локальной FIBA. Ну вот мы сходили только до 0.23 Fibonacci. Нас могут взять и опустить сейчас на 0.38 куда-нибудь, на 25500, к примеру. Причем это неплохо совпадет с предыдущим сопротивлением вот здесь. Но не факт, могут и не опустить, потому что, опять же, смотрим сейчас за тем, как удержится уровень 27500, если мы до туда вообще дойдем, или, может быть, мы в этом блоке отскочим. Напишите свое мнение внизу. И если цена еще не улетела, конечно, она, скорее всего, улетит, пока вы это смотрите. Но, тем не менее, куда пойдет цена в ближайшем будущем? Наверх или вниз? Потому что я вам хочу напомнить, что, ребята, глобально по битку у нас с вами недельные свечи хайконаши. Мы уже пробили сетку EMA Ribbon недельную, оттестировали ее как поддержку, и прям наверх. Свечи хайконаши обычно не врут. Посмотрите, когда у нас начинался такой тренд, свечи хайконаши четче удерживали цвет, собственно. Потому что обычные свечи сейчас нам показывают красненькие. На мой взгляд, ложные свечи. И посмотрите также на Cypher, друзья. Посмотрите на Cypher, который выходит из красной зоны по Money Flow. Как это было вот здесь. В прошлый раз, когда он так выходил, цена биткоина сходила еще с 6-7 тысяч долларов на 14 примерно. То есть удвоилась. На 113% сходила. И это-то ладно. Вы посмотрите на RSI, друзья мои. Недельный RSI подбивается к значениям в 70. Что говорит о обычном тренде. И многие скажут, да, что он перегретый. Многие скажут, что RSI входит в зону перегретости. И это так. И могут быть коррекции, как вот здесь, допустим, мы вошли. И отросли еще немного. И потом ушли вниз. Но посмотрите, что было здесь, когда мы уверенно пересекли границу 70. И тоже все говорили, что биткоин перегретый. Он улетел с 11 тысяч на 64. Вырос на 400%. Так что это то, зачем стоит сейчас наблюдать, ребята. И RSI, и Cypher, и свечи Хайка Наши. Потому что они действительно показывают нам тренд. Поэтому все эти локальные коррекции, я думаю, они будут очень быстро выкуплены. И боты запустят череду шорт-сквизов, которая просто вытолкает цену так высоко, что... Ну, слушайте, среднее значение, я вам показываю снова, среднее значение – это еще памп на 80%, грубо говоря. Ну, пускай там даже берется в расчет вся капитализация. Здесь биток может поменьше запампиться. Ну, даже на 50, если он запампится, вот, это будет 42 тысячи долларов. Это то, как обычно это происходит, потому что в конце мы видим вот такие зеленые свечи, их еще не было. По альтам, индекс альтсезона нам показывает, что это далеко не альтсезон. Смотрите, 27%, то есть это битсезон. Но, с другой же стороны, это то как раз место, где мы хотим покупать. Потому что, когда у нас битсезон, мы постепенно накапливаем с вами свою альткоин-позицию, и потом выстреливает альтсезон, мы снова разгружаемся в BTC. Правильно? Ну, кто в кэш, кто там в USDT, кто в BTC. Это уже ваше дело. Но альтсезон, говоря об альтсезоне, мы все-таки говорим к битку в основном, потому что понятно, что в битке лучше сидеть или в альтах. Поэтому давайте взглянем на доминацию. Без учета стейблкоинов мы видим, что у нас у доминации повышающиеся лаи еще с мая 2021 года, что говорит о том, что сейчас лучше находиться в биткоине, чем в альткоинах. Тем не менее, мы подбираемся к нисходящему сопротивлению, как вы можете здесь видеть по графикам от Бенджамина Коуэна. Либо мы можем посмотреть на доминацию на TradingView с учетом стейблкоинов, что, на мой взгляд, является немного, конечно, неправильным. Вот мы уже пробили это нисходящее сопротивление и сейчас подобрались к горизонтальному. Обратите внимание, у нас есть определенно здесь горизонтальное сопротивление. Мы с вами об этом уже говорили. Поэтому в какой-то момент, конечно, начнется, если не альтсезон, то как минимум хороший отскок по альтам, то есть доминация биткоина пойдет вниз. Тем не менее, это может оказаться краткосрочным отскоком, друзья, потому что глобально все, конечно, выглядит по графику доминации. Здесь очень красиво на недельном таймфрейме. Сетка EMA Ribbon только развернулась. То есть, ну вот что-то такое может произойти, да, с какой-то коррекцией опять под нее. Но в целом это может оказаться не альтсезоном уже, а битсезоном, друзья. Потому что все ждут альтсезона. Очень многие сидят в щитках. Я сам жду. Я думаю, что вероятно, что мы пробьем доминацию вниз и сходим куда-то ниже тридцатки. Но пока то, что мы видим, мы видим обратное. И рынок – это не то, где нужно тупо ждать, тупо слепо следовать своим ожиданиям. Это то, где нужно перестраиваться. Поэтому сейчас, да, лучше находиться в битке. Тем не менее, я нахожусь сейчас и в эфире, и в других альтах, так же, как и в биткоине. И лангую, все еще лангую, потому что думаю, что мы сейчас пойдем наверх локально. Несмотря на то, что мы обсудили про возможность коррекции, я думаю, что сильно ее не будет. Сейчас все выйдут, наберут шартов, и мы стрельнем. Поэтому добавляйтесь обязательно к нам в Telegram, чтобы не пропускать полезную инфу, в том числе сигналы с этих скринеров, TRDR, ссылка на которые в описании внизу ролика. Также все ссылки на лучшие биржи, Bybit, Femex, Bitflex, Bitget, KuCoin и так далее. Все прекрасно работают, но помните, что любая биржа, ребята, любая централизованная биржа может соскамиться, может заблокировать ваши средства, и тут надо это понимать. Да, мы с Bybit, с Bitget в хороших отношениях. Если у вас что-то случилось, пишите, мы попробуем разрулить, но тоже не можем ничего гарантировать, сами понимаете. Вот, поэтому что тут можно сказать. Портфель на Femex тоже разгрузил немножко шорт по BNB, потому что думаю, что по BNB все-таки локальный отскок, но будет. Локальный отскок хороший будет по BNB. Вот он происходит. Но в целом буду дальше ждать его вниз. Что по Dodger, давайте посмотрим. Dodger тоже локально отскакивает. Что там, Twitter поменял? Обратный логотип уже нет? Нет, смотрите, не поменял. Но, как мы видим, сильно прям цену это не запампило. Ну да, мы выросли вот даже со дна на 46%. Нет, ну не что для крипты, к биткоину, к биткоину я смотрю. Тем не менее, да, вот тут еще и медвежий дивер нарисовался такой серьезный. Серьезный медвежий дивер у Dodger к битку на 4-часовом таймфрейме. Но на дневке он выглядит замечательно, смотрите-ка, как будто бы продолжит расти. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Но все ссылки в описании. Можно торговать Dodger на Bybit, на Femex и на всех остальных биржах. Биткоин кэш, кстати, тоже валяется, валяется. Я думаю, он сейчас как пульнет куда-нибудь сразу на 600, например. А там посмотрим. Честно говоря, я жду от всего такого тузамуна. Посмотрите на эфирчик. Эфир просто собрался вот на недельках. Очень хорошо выглядит эфир. Собрался всех, походу, шортсквизить. И сегодня тоже на Bybit, вот он лучше всего показывает себя. Даже когда пошла просадка, он держится. И Ripple, думаю, и Litecoin, все пойдет. В общем, друзья, всем профитролей. Ripple, вон, посмотрите, как отбился от 38-ой FIBA. Вообще сказка. Ставьте лайк обязательно, ставьте стопы, тейки. Добавляйтесь к нам в тележку. Подписывайтесь на канал. И до следующего стрима. Пока.